Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу ЦАВ. И сегодня мы поговорим о нечистоте. Написано, что если человек стал нечистым, то он не может войти в храм. Не может принести жертву. Просто не может даже прийти. Это очень серьезное нарушение закона. То есть человек стал нечистым, он должен сказать Коину, что я стал нечистым. Коин скажет, что делать. Допустим, если у человека нечистота, малая нечистота, допустим, дотронулся он до мертвого насекомого. Коин скажет ему, что нужно омыться, постирать одежду, омыться в микве, а вечером уже может зайти в храм. То есть стемнело, может зайти уже. Новый день начался. Но есть высокая степень ритуальной нечистоты. Это трупная нечистота. То есть человек кого-то похоронил, он в храм войти все дней не может. Или даже он зашел в дом, где человек умер другой, он не может в храм войти. Самая сильная нечистота, это мертвый человек, это отец отцом нечистоты. Кто к нему прикоснулся, становится отцом нечистоты, и потом первой нечистоте, и так дальше. Значит, если человек все-таки находится в таком состоянии, он семь дней не может в храм войти. И он омывается водой, родниковой смешанной с пеплом рыжей коровы, в третий и в седьмой день. И потом он может уже войти в храм. Но это оговорится, а вообще это спрашивается у Коина, который ему скажет, как что делать, если попадает в такую ситуацию. И все. И ни в коем случае нельзя это скрыть. Если такое произошло, дотронулся до чего-то нечистого, сказал, ой, ну все-все-все. И тогда это выполняется, что Тора говорит. После этого все нормально. Но если человек это скрыл, то такое наказание, как получается, что он может даже лишиться божественного следия своего народа, так написано. Будет отстранен от народа своего, от духовной части. Такое очень сильное наказание. Какое точно, трудно сказать, потому что в одних случаях спрашивает, что это все наказания в этом мире. Есть мнение мудрецов, что человек, который ест в Песах хамец, или не сделал обрезание за всю жизнь, то он лишается жизни в будущем мире. Есть даже такой уровень наказания. Человек взял что-то, съел нечистое, там тоже имеет значение, сколько съел. Если с размером с маслиной, то съел мясо какого-то некошерного животного, допустим, лошади, уже становится нечистым. А есть восемь животных, которые ползают на брюхе, от которых даже есть естественное зерночко, что-то съел, становится нечистым. То есть, называется они слепыш, мышчерепаха, анака, ворон, ящерица, хамед и филин. Такой перевод у нас есть, есть их слов. На сегодняшний обед это улитка. В общем, вот это особо нечистое животное, если ты тронулся до ихнего трупа или съел, становится человек нечистым. На сегодняшний день, что из этих законов мы выполняем? Коин не может пойти на кладбище. Он не может ходить на кладбище, не может хоронить кого-то, не может ходить на кладбище. Даже сегодня. Хотя храма нет. Что касается еще одного закона, к жене нельзя после месячных 7 дней приближаться. То есть, спать жилу нельзя в эти дни. Потом идет, после того, как отсчитал эти 7 дней, когда у нее была последняя кровь, она идет в миг, и тогда можно. Вот такое. Этот закон тоже на сегодняшний день выполняется. Вот так вот. Что касается написанного в главе Вайкра, что если женщина родила ребенка, то 7 дней она будет нечистая, если мальчик, и 33 дня она еще будет очищаться и в храм не входить. То есть, через 7 дней только она может спать с мужем, если все нормально. Это по закону Торы. А еще 33 дня она не может войти в храм. Итого 40 дней в храм не может войти. Вот этот закон в Торе так написан. Сегодня храма нет, и по подобным вопросам спрашивается у раввина, как поступать, сколько дней отсчитывается, и все, как это делается, это не так просто. За девочку больше, за девочку 14 дней нельзя спать с мужем после родов, если все нормально. И 66 дней в храм нельзя входить. То есть, так как храма нет, все вопросы на сегодняшний день, как поступать, додается своему раввину. Каждый человек должен выбрать себе раввина. Не просто так, а должен себе выбрать человек, который его знает от раввины, с ним общаться, чтобы он ему советовал, как поступить в той или иной ситуации. Нет такого ответа всему народу на один вопрос. Вот так вот. То есть, Тора пишет, будут мудрецы в ваше время, мудрецы Торы, судьи, спросишь у них, и они тебе ответят, как быть в каждой конкретной ситуации. Теперь о крови написано, что никакой крови, ни крови животного, ни крови птицы есть нельзя. И написано, во всяком месте, где бы вы ни жили, никакой крови не ешьте. Во всяком. То есть, не имеет значения, в какой стране мы не жили, мы не можем есть кровь. То есть, зарезали животное, вымыли, после этого нужно засыпать его солью крупной, чтобы вышла оставшаяся кровь, и после этого только разрешено есть. То есть, никакой крови не может употребляться в пищу и птицы, и животного не имеет значения, чья. Вот, ну, кровь рыбы нет проблем, как бы ее не умертвили, если там есть какая-то кровь, нет с ней никаких проблем, она кошерная, кровь рыбы кошерная. В случае, когда ее сильно много получается, может, не едят, потому что дети могут подумать, что это кровь животного едят. Нет, не едят, если много. А если немножко там есть, вообще без проблем. не надо ее специально обрабатывать как-то или резать каким-то специальным способом, нет специальной щиты для рыбы, чтобы ее как животное резать. Как умертвили, так умертвили. Вот так вот. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за понятие души Мойша бен Давид, Берт Абат Исраэль, памяти Павел бен Ефим, Яков бен Нахум, Владир бен Григорий за здоровье, Давид бен Стелла, Светлана бен Клара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Эцхах, Инна бен Мира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна бен Ривка, Полина Перва бен Соня Сура, Лена бен Клара, Жена бен Ида, Анна бен Елена, Ефим бен Эстер, Двойра бен Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бен Двойра, Йосип бен Раиса, Инесса бен Маэль, Евгений бен Берт, Евгений бен Итафира бен Анна, Геннадий бен Елена, Елена бен Инесса, Ольга бен Светлана, Йосип бен Бен Цара, Таня бен Фрида, Ида бен Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бен Белла, Яков, Йосип бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бен Берта, Ася бен Года, Марк бен Нина, Ира бен Вера, Леон бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ханна Цепора бен Цара, Ида бен Хая Авива, Фим бен Цони, Майя бен Фаина, Алексей бен Ольга, Клара бен Броня, Гая бен Царит, Мазан Барсас Гула, Ирина бен Раи, Арона рей бен Ри, За хороший дух, Арона рей бен Двойра, Дизь бен Ахум, Авигаль бен Цара, Ханна бен Абрахам, Рафаэль Эриле бен Лариса, Галья бад Гедалья, Параса и Брюд, Владимир бен Рая, Анна бад Александра, Марина бад Рая, Борис Виан Марина, Алексей бен Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко, Всем браха Парнасаков, Она мазала то, Что мы это время не грешили, Читали Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, Всем, кого не взял в списке тоже, Кому не успел, Можно записать, И до следующих встреч, Будет закончена страшная война, Наша следующая встреча, Надеюсь, состоится завтра в 15 часов, Шалом, До встречи.